здорово ну чё вот после канавы все выстерли там падал да чё да все вон повесили сушить это няша поцарапала видите вот няша поцарапала всех все вот развесил нормально развесил не переживайте то там чё делает а ну выходи выходи подлый трус руслан завтра кушать приготовишь чё все понял ну кушать так кушать стоя быстрее оказывается ух все полтонны моркови подпочерли притерли почему мне всегда так не везет бетонировать так футбольное поле канавы так как суэцкий канал тереть морковь так на целую ферму вкусненько еда готова фюре с мясом фунчоза чай пицца садитесь жрать пожалуйста ну чё вот еще манты состряпал вкусночища обалдеть триндец пипец называется как Продолжение следует... У самодельного тандыра тяга просто зверь. О, еле дотащил. Такой тяжелый, блин, оказывается. Летом не пожалел денег, купил казан. Вроде на 16 литров, не помню уже. В общем, новый надо обжигать. Там в лесу у домика видео снимал. Хотел что-нибудь приготовить. А у меня казан-то не готов, надо его обжечь. Посмотрел, короче, видео на ютубе, как обжигать. Сейчас посмотрим, что получится. Кто-то писал, что у меня казан некрасивый. Обложи, говорит, кирпичом. Он у меня был обложен кирпичом. Я этот кирпич подарил жене. Оторвал, так сказать, от сердца. Вот он, этот кирпич. Я подарил его жене. И сделал из него клумбу. А вот эта бетонная плита, как раз таки предназначается для тандыра. Ну, не для этого тандыра, а для печного комплекса, где будет русская печка, казан и все прочее. А вот этот вот тандырчик самодельный, он уберется. И здесь будет чистенько. А вот видите здесь, какой хорошенький водосток. Пластиковый. Три года уже стоит. Фу-ть-фу-ть-фу. А вот здесь видите, какой тоже водосток красивенький, а? А вот здесь-то как красивенько, да? Все самодельное, все такое красивое. Все такое недоделанное, да? Вам нравится, я знаю. Здесь тоже все такое недоделанное. Три окна не дохватывает. Не хватает. Не дохватывает. Вот этому водостоку уже два года. Ничего не снесло. Вот этот водосток еще не зимовал. Не знаю, что будет. Нормально все будет, не переживайте. О, вроде начало белеть. Пятно появилось. Что-то долго больно, блин, нагревается. Ну что, как там у нас? Суэцкий канал поживает. О, хорошо поживает. Водичка бежит. Раз я тандыр так сейчас разогрел, раскочегарил, надо бы по-хорошему там что-то приготовить. Да куда еще готовить-то? Я дома столько жратвы наготовил. Куда еще-то? О, белеть-то только сейчас начало, оказывается. О, давно надо было так печь раскочегарить. Что-то баловством занимался. О, видите, как заводское покрытие прогорает. Надо, чтобы вот эта вся кастрюля вокруг прогорела. Кастрюля, говорю, казан. Вот, смотрите, полкастрюли уже готова. Обожгли. Казан я обжигаю первый раз в жизни. Поэтому сначала процесс у меня шел очень долго. Потом я раскочегарил свой тандыр. И таким образом за два часа можно вот это все обжечь. Ну, дров, конечно, нужно очень много. Я уже две тачки туда закинул. А всего полкастрюли только еще готова. Ну, два часа надо, чтобы обжечь. Конкретно вот так обжигаете и все. И у вас будет белая чашка вот эта. Ладно, хоть я не сжег эти коротыши, короткие дровишки, когда готовил дрова. А то у меня была такая мыслишка. Ну, что, вот котел. Фу ты, котел, блин. Ну, что, вот, казан обожгли. Потратили на это два часа и две тачки дров. Теперь нужно его остудить. Не вздумайте в него наливать холодную воду. Иначе он треснет и будет полный трындец. Пипец получается, называется. Так, масло подсолнечное. А, семки. Семки для меня. Ну, что, казан у нас остыл естественным образом. Теперь наливаете воду. И вот такой вот губкой вот так вот моете. Вот так вот моете, 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 сливаете. И три раза так моете. Ну, что, вот теперь у нас какой казан. Хорошенький, чистенький. Видите, железо везде торчит. Чугунина. Теперь снова ставим его на огонь. Теперь берем подсолнечное масло и наливаем. Тут, конечно, кочегарит не по-детски. И теперь нужно этот казан прожарить с маслом. Все стенки вот так вот прожарить. Да, конечно, я раскочегалил тут. Загрелось, блин, масло. Бляха-муха. Такого я не ожидал. Да, блин, сейчас прожарит, конечно, конкретно. Вот это попадало ва. Бляха-муха, я казан испортил опять. Вон, смотрите, какой чернущий. Сейчас снова его дравить придется. Какой-то казан, блин, целый день на него убил. А ведь я еще с ним не расправился. Еще надо стенки маслом прожарить. А потом лук в нем еще раз пожарить. А еще ведь надо... А еще ведь надо стенки с маслом прожарить. А потом все это слить и снова лук в нем пожарить с маслом. Триндец, полный пипец называется, получается. Короче, я выдравил этот казан по-новой. Взял скотч-брайт и выдравил. Я его победил. На улице уже темно. Вот я замудохался-то с ним. Ну вот, друзья, наконец-то. Я масло туда налил, обжарил, потом масло слил. И теперь туда снова добавил масло. И бросил туда лука. Сейчас прожарим лук там. Идет снег, поэтому это шипит очень сильно, когда крышка, без крышки если. Короче, все-таки я казан победил. Вот, смотрите, лучок пожарил. А, какой вкусный. Я только боялся, что из лесу кто-нибудь придет, медведь там или волк. Такой запах стоял в округе. Вот он, лучок. Поджаренный какой. Все, сейчас мы его выбросим. А потом на запах придет кабан и мы его съедим. Ха-ха-ха-ха. Вкуснятина. Очередной пожарот готова. Все, до свидания, до завтра. Ох, сегодня вообще красотища. Еще больше снега. Обалдеть. Ох ты, красотища-то. Ха-ха-ха-ха. Ох, казан. Вот я вчера, конечно, тупанул. До того я раскалил эту кастрюлю, что при добавлении масла оно загоралось. Ха-ха-ха. Вот он, казанчик. Готов к употреблению. К употреблению, говорю. К готовке. Огонь-то совсем небольшой надо, оказывается, чтобы его обжаривать маслом-то. Ну и готовить тоже на небольшом огне надо. Ну все, теперь все понятно. Ну что, все-таки я победил этот казан. Все, он готов. Все, готов, короче, казан. Так, смотрите. У меня здесь труба. Видите, вода до нее не достает. Она не забьется никак. Она больше под землей уходит. Так что это очень хорошо. Я и за это вообще не переживал. И еще у меня труба вот там. Около гаража. Видите, где гараж? Вот. Вот здесь труба лежит. Так, вот гараж. Вот здесь где-то труба. Она диаметром на 13 только. И вот туда уходит в лес. Ее все время забивает. И здесь озеро получается. Потому что она очень глубоко лежит. И вот вода в ней замерзает. И все, трындец получается. Сейчас, короче, надо ее углубить. И с той стороны подальше прокопать. Так, ну что? Вот я откопал. Сейчас грязь до туда не достает. Все, зимой там вода не будет стоять. И не замерзнет. И будет весной все хорошо. Так, все, сейчас пошли на ту сторону. И вот. Ребята, вам там меня еще видно? Эй! Короче, прокопал еще один суэцкий канал. Метров 10, наверное. Вот, смотрите. Сейчас труба висит, а не лежит прямо на земле. Сейчас там вода не будет замерзать в ней. И все будет хорошо по весне. Вот как прокопали. Сейчас там, смотрите, что... Вот, видите, наполнилась вода. И она только снизу бежит, видите? По низу трубы. И все отлично будет. Вода в этой трубе теперь не замерзнет. И весной здесь не будет у нас озера. Вот здесь вот. Все. Вот такие пироги сегодня у нас. И вот здесь вот. Лови её, лови! Ну чё, как вам моя физиономия-то? Никак? А щас? Получше немного? Блин, в комментариях напомнили там это самое, всё чистенько! Когда на улице 12 ноября и у меня ДР обычно всегда лежит снег Ну что, друзья, вот старость не радость! Сегодня 12 ноября и мне 39 годиков! Да! А совсем недавно я ещё ходил в садик, а уже 39 годиков! Няша, пошли подарки открывать, чё ты тут играешь? Хоть и самоизоляция, вот сколько у меня подарочков! Кружка, нос промывать, открыточки, ну там лежит кое-что Изолента красная, очки надо починить Обновить изоленту, шоколадки всякие тут Это термоклей для прожекторов И вот в коробочке вот это ваш подарочек! Ну что, друзья, вот они сапоги! Блин, очки ломаются уже! Конечно, размер я выбрал неправильно маленько На размер больше получилось Теперь у меня новые сапоги, ребята! А нет, подкладом-то вообще идеально! Только жарковато будет! Ой, очки развалились! Ой-ой-ой, очки развалились! Эй, не пакости тут! Сейчас опять всю землю разроешь! Выси отсюда! Эй! Я тебе сейчас побегаю по пакости тут! Не, нормально с этим, с носком-то! Вообще идеально! А если без него, так большие, болтаются! Вот, друзья, спасибо вам за сапоги! Теперь можно работать спокойно! Сейчас это, смотрите! Ирина Румянцева, Василий, Антон, Андрей Батурин, Вячеслав Д. Еще раз Андрей! И Александр! Спасибо вам за донаты! Спасибо вот за эти сапоги! Вообще как раз хватило! Вот, прям с доставкой все, купил! Ооо, спасибо! Вот какой подарочек-то! Ну что, друзья, на этом все! Кому понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарии! Ну, хотите, подписывайтесь на канал, хотите, нет! Всем пока, до свидания! Эй! 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 Ты чё там делаешь? Мама нас прибьет! Мама нас прибьет! Ты чё там делаешь? Эй! А ну, пошли-ка! Пошли! Куда выбежала? Эй! Хоть! 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 Пошли! Пошли домой! На место! Пошли-ка! Подписывайтесь на канал! Пошли-ка! Пошли-ка! Продолжение следует...